Подари 100 долларов, приведи двух друзей и получи 800 долларов. Заманчивое предложение, не так ли? На первый взгляд все выглядит легко и просто, но на самом деле вы можете стать участником финансовой пирамиды. Далее подробнее. В марте текущего года в нашей стране распространилась и получила популярность финансовая игра. Позднее она остановилась, а отголоски последствий данной игры наблюдаются до сих пор. Так, с заявлением по факту мошенничества и обмана в Управлении координации деятельности органов внутренних дел ЮНЦАБАТСКОГО района обратилось свыше 20 человек. В Инстаграме я наблюдала за страницей блогера. Она рассказала об одной игре, где можно заработать деньги, и при этом никто не рискует. По условиям игры я должна была передать 100 долларов, привезти двух людей, которые также вложат по 100 долларов, а потом спустя несколько дней я получу 800 долларов. Я поверила и тоже решила попробовать. Передала 1 миллион 140 тысяч, но необещанных денег, невложенных я так не получила. В апреле игра остановилась, и я осталась ни с чем. Как мы видим, легкие деньги – это всегда риск. Желавшие быстро и легко приумножить свой доход не получили обещанного. Потому как игра, которая требует плату за участие и обещает за короткий срок разбогатеть за счет привлечения других участников, является финансовой пирамидой. Выявить финансовую пирамиду можно, если обратить внимание на следующие факторы. Отсутствие у организации лицензии на деятельность и то, что выплаты производятся не из прибыли, а из привлеченных средств новых участников. В конце февраля я присоединилась к этой игре. Играла. Когда сайт заблокировали, игра остановилась. Мы ждали пару недель. Новые люди не приходили. Потом мы решили сделать рекламу через блогера. Заплатили ей 300 долларов. Я завела специальную тетрадь, записывала туда новых участников. Деньги переводили мне на пластиковую карточку, либо передавали наличными. Игра шла полным ходом. Деньги новых участников переводились тем, кто присоединился к группе ранее. Всего я играла три раза и получила деньги. Я не знала, что это финансовая пирамида, что это незаконно. Такие, на первый взгляд, безобидные игры опасны тем, что доход первым участникам пирамиды выплачивается за счет средств последующих. До того момента, пока численность пользователей не упадет настолько, что выплачивать ранее пришедшим участникам пирамиды будет нечем. В итоге пирамиду ждет закрытие, а недавно зарегистрированные участники потеряют не только обещанные проценты, но и личные вложенные средства. По данному факту, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 168 и 188 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Для принятия законного решения дело передано в суд. Напоминаем, осуществление незаконной деятельности по прилечению денежных средств и иного имущества физических и юридических лиц путем принятия обязательств по предоставлению имущественной выгоды, совершенные с использованием средств массовой информации, либо сетей телекоммуникации, а также всемирной информационной сети интернет, является уголовно наказуемым. В свою очередь, ГУВД Ташкент рекомендует не верить сомнительным обещаниям неизвестных вам лиц, связанных с вложением денежных средств и получением хорошей прибыли. Не попадайте в ловушку тех, кто представляет подобные финансовые схемы в различных социальных сетях и мессенджерах, как простую игру с выгодой.